смотрите значит все лекции до сегодняшнего дня мы практически всегда рассказывали и говорили про селекты селекты как писать селекты и это прям самое главное на самом деле но есть большая толика большая часть базы данных как сложность начинается в том когда вы начинаете эти данные менять и одновременно читать и так далее и тому подобное да и как это сделать безопасно надежно и с какими-то гарантиями поэтому сегодня будем говорить про все что связано вот с этим начнем с очень простых вещей прям вот элементарных да чтобы никто не говорил что я этого не рассказывал есть синтаксис инсертов делитов и апдейтов весь он упирается на самом деле в то как вы умеете писать селекты то есть это просто вот элементарно то есть группа и делит класс класс то есть делит там простейший да пишется но нет делит там from table where id in под запрос а здесь селект айди и вся ваша фантазия который вы можете проявить селекта вы даже можете здесь за джойни с чем-то да но в общем то есть все упирается на самом деле всегда в селекты это с делитом как пишется чаще всего insert это у кого там ну ладно выключите звук парня ну понятно что я неинтересно рассказываем просто чтобы меня не отвлекать insert там into название таблички допустим table а перечисляете поля name там не знаю вылил здесь у вас два варианта первый вариант вы пишете values а запятая 1 но это когда вы хотите ставить одну строчку норм либо второй вариант какой вы пишете селект да селект name запятая value from и все что вашей душе угодно то есть опять селект единственное что вам нужно знать это вот как бы вот как это написать ну не сложно догадаться что так отлично мы вспоминаем наши правила если что-то непонятно да мы спрашиваем и что-то я не понял что произошло блин что-то произошло ну ладно селектом нужно придется написать еще раз пишем select name value from table и здесь все что хотим да он там любые фильтры любые джойны он выполнил этот селект или из этого селекта вставить в табличку понятно понятно чувак но можно перекладывать таблички табличку можно взять только часть данных можно взять допустим приджойнить сюда что-нибудь и не знаю и добавить сюда какое-нибудь еще поле из другой таблицы в общем разные варианты да и положить в третью таблицу ну то есть прямо ты можешь быть все что тут прям магом можешь быть этих таблиц да это прозрачно все и третья операция какая класс что самое главное в апдейте правильно вы начинаете понимать да вы пишите апдейт там таблиц а здесь вот важное слово сет раньше такого не было пишите name равно там а точками и пишут from table b b не знаю вот так вот ну здесь можно в простейшем варианте вот так сделать чтобы да или вот так чтобы не думать здесь ни о чем просто тут name равняется все изи да то есть понятно что записи номер три мы про проставили имя сергей понятно что здесь может быть не три да понятно что здесь можно написать select да здесь написать допустим айди там не знаю им здесь открыть скобки закрыть скобки написать любой select да и так далее короче чему ваша фантазия упирается то есть ну на самом деле все это очень как сказать но это никакой сложности не представляет если вы умеете се색 да на самом деле за sidouk система может быть чуть-чуть и даже на самом деле семантика может чуть меняться от suba д x suba dfd особенно вот в апдейтах но это ничего не меняет все упирается в то как вы уметьneath конечно могут быть разные таблицы могут быть разные таблицы вот может быть разные таблицы и на самом деле эти вот это будет отличаться в разных sub1 тогда то есть это может быть не поддерживается просто тупо так нельзя будет написать но вот здесь чаще всего ты пишешь ту же самую табличку да ой так все это вот то есть в простейшем варианте напишу самую табличку и скажу что обновить да и можешь здесь за джойни допустим на что-нибудь это будет назвать допустим б и здесь потом взять из b что-нибудь . ней допустим вот тут вот тут пишем короче ну короче простейшем варианте здесь будет просто одинаковые таблички не парьтесь все да просто не 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 уверен что все базы поддерживает разные в принципе так можно писать вот поэтому это было просто разминочка на самом деле про то что на самом деле в базе данных можно не только выбирать какие-то данные но и добавлять и там на самом деле в каждый в каждой субы д есть очень большие тонкости как допустим записать туда данных побыстрее и побольше как там нужно вот все это оформить есть какие-то быстрые там не знаю за быстрые способы вставить строчки настройки специальные как нужно таблички оформить в общем это тоже большая тема мы касаться ее не будем потому что она всегда очень специфичными субы да мы сегодня поговорим про что-то базовое то что-то как бы часто должны все знать смыть кто что знает что это такое кто знает что это такое у кого была кислота отлично это первая ассоциация да но ни у кого не было баз данных поэтому никто не знает что если когда человек работает с базами данных кислота это вторая ассоциация которая возникает первое это конечно же основные свойства которые должна поддерживать субы д так сказать революционно наша самая обычная да это на самом деле здесь вот такие точки да и это все разные слова и мы сегодня про них поговорим первое это они по-английскому названы поэтому мне приходится писать по-английски по-английскому а то я могу ошибаться но кажется так по-русски понятно как ты переводится до атомарность да что это значит это значит что если вы говорите что некоторые действия должны быть атомарными то либо они все произошли либо все не произошли да это стандартная тема когда мы переводим деньги с одного счета мне они сначала там должны списаться и ровно столько же мне прийти одновременно не то что сначала там списались а мне потом пришло там да или там наоборот мне пришло потом там списалась а это что произошло одновременно то есть нигде то есть нужно сохранять как это закон сохранения денег в системе да то есть не должно в какой-то момент стать больше вот атомарность второе это консис консис да это консистентность консис понятие на самом деле самое широкое в во всем этом мессе и вообще вызывает больше всего вопросов это на самом деле говорит о том что в любой момент времени когда транзакт ну когда транзакция как бы все транзакции завершены база данных нужно должна находиться в консистентном состоянии но это понятие даже выходит за уровень самой базы данных то есть допустим база данных может находиться в консистентном состоянии если там не знаю в каждой группе есть там ученики допустим просто вот такой вот бизнес правило и это поддерживается вообще не базой данных а поддерживается бизнес логика который сверху это проверяет либо же да есть простые правила которые поддерживают могут помогать базе данных помогать ну как контролировать допустим форинг ключи который мы рассматривали помните легкий помнишь я для тебя рассказывал про форинг ключи помнишь вот форинг ключи либо любые констрейнты допустим чек-констрейнты которые проверяют почта это или не почта или допустим что не не знаю какие-нибудь одишнике все положительные ну вот много таких свойств и это как бы говорится о том что база данных находится в консистентном состоянии но она самая не полезная второе то есть третье ой это как же называется боже мой а вот изолейшн вот ну оно звучит так что каждое действие должно быть изолировано других действий но мы об этом тоже поговорим и четвертое дюра били ти это свойство говорит о том что ну какой бы там косяк не произошел если мне сказали что моя транзакция закомичена знаешь закомичен все потом не надо оправдываться что у меня там не знаю метеорит упал не ну понятно что если вся база умерла там просто все сложилось то здесь уже никак но вот такого не надо что у всех все хорошо у меня вот только плохо если вы сказали коммит то он должен точно произойти то есть если как бы коммит успел успешно закончился то все хорошо произошло это как грубо говоря надежно теперь давайте рассмотрим как бы сейчас но смотрите какая у нас задача теперь я буду рассказывать как вот эти свойства какими способами они достигаются в субе д и вообще как там все это же внутри живет начнем мы с буковки а и д а и д сидели на трубе так значит с атомности короче с атомарности и с юребилити вот представим короче себе такой простой пример я себе зарисовал чтобы не придумать все у нас есть человечек как мы назовем его блин хорошо но это не так просто будет смотрите у нас есть еще один человечек как его назовем блин ну нет разницы никогда такой давайте назовем его не знаю миша вот значит что делает сергей он берет и пишет insert вставляет как бы нам действие это его действие а вот здесь у нас будет как бы это будет у нас база данных наш как она живет вот за этой чертой да так привет а как тебя зовут класс я так и знал вы поняли да я чувствовал что миша сейчас придет я поэтому переспросил вот все начинается на самом деле вот отсюда это так называемый это так называемый транзакшен лог вот так это сейчас нарисую здесь у нас будут это будет транзакшен лог это будет у нас файлики на диски диск потом значит у нас есть такой вот квадратик который называется пичкаешь вот что происходит первым да то есть вот этот это цифра к 1 бум цифр к 2 мы короче вот здесь в транзакшен лог все понимаешь такой лог ну лог на самом деле такая все привыкли что это то что куда пишутся куда логают данные короче куда пишутся какие-то текстовые сообщения да типа того но плока на самом такая структура данных который просто добавляете как бы да вот как бы первое мы пишем в транзакшен лог что мы стартанули транзакцию бум да это второе действие потом миша это прям тебя еще не было где миша а мы уже думали что ты уже здесь он тоже на самом деле направляет в базу данных апдейт класс это у нас цифр к 3 бум что происходит дальше правильно транзакшен лог пишем 100 стран там транзакция стартанула вот здесь цифра к там 4 наш оп дальше нужно понимать что база данных ну диск он всегда наиболее медленный источник данных нет сначала нет смотри диск наиболее медленный всегда поэтому люб практически любые субдев всегда работают стараются работать данными с оперативки но для этого они туда и должны затащить и поэтому в этот момент чаще всего мы такие раз и начали затаскивать туда данные ну то есть вот который он хочет там не знаю обновить данные пространички там такие то мы там как да а ты чем не начинаешь вопрос задавать когда еще даже до конца не доказал я только квадратики не нарисовал нет нет не так мы ничего не предполагаем что вы знаете да но я могу спросить его сложной сортировки но если вы не знаете я скажу как бы да что это кубические сложности вы таки ну да куб так куб в пейджа в кэше там помните что смотрите данные все бд они не построчно хранятся все время какими-то большими кусочками просто так легче с диска считывать чем по не знаю там по два не знаю по 20 там не знаю байт сбрасывать всегда скаешь скачиваешь какими-то блоками ну вот там не знаю он эта страничка может быть обычно от 1 до 64 килобайт там да ну вот 8 час самый частый размер который я встречал он их зачитывает эту страничке там 1 2 3 4 вот он какие-то там зачитал к себе оп затащил потом говорит что я на этой страничке обновил там не знаю какие-то строчки да сюда вот в кэш бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум все в кэше там что-то сказал что вот эти вот строчки я обновил и в кэше запулил это у нас действие будет номер 6 дальше что происходит как бы ну по факту на страничке в кэше в представленном представлении в памяти уже появился наш новый insert да и как бы все хорошо дальше приходит команда отсюда комит вот блин коми заменит с одной вот видите зумя это что думаю комит это действие номер 7 смотрите что здесь важно даже если вы пишете то есть проект не сказал но это важно если вы пишете просто одну команду insert всегда есть неявная транзакция вот на эту командочку потому что она может выполняться долго там не знаю делать себе ну select и в конце она сама сделать неявно комит вы можете если у вас несколько команд ну так уже не получится вы всегда пишете begin transaction insert select insert и дальше говорите ну все теперь точно комит понятно поэтому когда я говорю здесь комит он в этом случае ну просто произошел мог произвести явно мог произвести неявно это понятно в принципе да окей вот теперь что самое главное вообще ради чего это все рисую мы пишем вот сюда вот да на рисунке у меня почему-то написано вот все правильно вот что нужно сначала в комитете все данные из кэша сбрасываются в лог вот это 8 и потом вот здесь про вот здесь мы финишируем здесь финиш а вот здесь так а что здесь принципиально кто-нибудь может сказать что принципиально не ну вот прин нет он еще даже не произошел там да реально вот ничего не произошло на самом а сейчас мы сделали да insert вот здесь что важно на самом деле вот в этот момент мы взяли вот эти вот вообще все изменения и сбросили их в транзакшен лог даже вот с этим апдейтом он там тоже короче какие-то данные принес нам и в первую очередь что самое главное мы ну мы записали вот здесь что 9 это финишнула транзакция Сереги да но не написали вообще что финишнула транзакции Миша но в транзакшен логи вот сейчас находятся ну вот все данные которые были в кэше и что еще важно данных на диске нет никаких сейчас еще да то есть в реально вот на тех страничках где данные лежат нет ничего и как бы они туда могут улететь но давайте представим что в этот момент а но здесь уже Сереги вернулся что у него все хорошо на самом деле да то есть теперь он ожидает что даже если не знаю случится отключение света то его транзакция пройдет Миша в этот момент если включает как бы произойдет отключение света он свою транзакцию видеть не должен на самом деле потому что она должна умереть и теперь что происходит допустим мы выключили свет у нас как бы все это в оперативке да вот этот все кэши вот эти они в оперативке лежат где-то там в рам почему в рам ну потому что они быстрее да он для этого и нужен конечно чтобы там что-то быстренько сделать и типа когда мы select select бы написали мы сначала бы сюда пошли вот и у нас а вот это вот все на диске да это все диск вот transaction log гарантирует нам что в тот момент когда база данных будет подниматься она такая блин что-то пошло не так и пойдет по transaction логу такая такая раз пришла сюда такая смотрит ага девятка закоммитилась нормально и короче флашнет все сюда на диск перебросит в этот момент в десятом действии а вот мишиного коммита она не найдет в этом transaction log и даже все данные которые он после этого напишет там вот здесь вот когда мы флашили их восьмеркой она их удалит поэтому для Сереги будет выглядеть так что для него все закончилось хорошо ну а Миша в этот момент в момент апдейта скорее всего получит ошибку что сервак не там не знаю недоступен и данных на диске в реальности не будет понятно он не успел пройти еще так просто произошло я такой как бы сценарий написал да что типа Сережа написал у него коммит закончился случился короче авария а у Миши еще не закончилась его операция все в этот момент ты должен вести себя атомарно и вот поддерживать durability да а и д что грубо говоря для него это должно выглядеть что данные записались свет поднялся его данные есть не должны пропасть да даже несмотря на все там наши оптимизации что мы там это где-то в памяти храним и так далее и тому подобное или у вас могла произойти произойти ошибка да какая-нибудь там не знаю constraint какой-то упал и в этот момент вы тоже не проставляете там не знаю в transaction log операцию смотрите в чем фишка на диск вы должны писать большими пачками так удобнее записать здравствуйте сразу и много данных поэтому вот эта операция которая сбрасывает вот эти все строчечки в transaction log она делается как раз пачками даже она может сбросить там не знаю она может происходить грубо говоря когда у вас кончается место вот здесь в этом кэше но вам оно нужно для каких-то других операций вы можете все строчки по флаше туда в transaction log ну грубо говоря когда коммита еще не было да или допустим когда другой коммит произошел вы тоже можете и чужие строчки туда пофлашить в этом нет ничего страшного просто на момент поднятия вот этот момент который поднимается он должен будет пробиваться по transaction этому логу и понять какие операции точно завершились сбросить их на диск либо они завершились то есть грубо говоря вот эта операция 10 она не всегда происходит когда у вас фейл произошел но просто она не связана никак вот с этим сбросом у вас может быть не знаю там это может быть связано от то есть это может зависеть от нагрузки базы от размера кэша когда его нужно сбрасывать когда он будет сбрасывать на лист то есть это как бы не связаны операции считается что если ты записал в transaction log все этого достаточно и это стратегия называется вот у меня тут места не осталось да давайте вот так напишу бум это называется очень просто write ahead что лог либо коротко по короткому это называется вал иногда очень простая как бы идея да давайте сначала писать как бы вот этот transaction log если как бы туда уже запись произошла мы считаем что данные перситит то есть они уже на диске есть и мы в любой момент можем подняться да и именно это гарантирует нам буковку а и буковку д в революционных базах к слову сказать это наиболее популярный способ гарантии то есть реализации вот этой вот буковки а и д но не единственный есть там еще ситуации когда вы ну нужно понимать что смотрите вот здесь вы данные на самом деле грубо говоря если вы поменяли одну строчку вы во всей страничке поменяли только кусочек да вы взяли там не знаю куда-нибудь в центр странички короче встроились и поменяли там вторую строчку есть другой подход я честно не встречал его в ну в реальных базах либо ну там не работал с ними он там называются shadow pages теневые странички и он заключается в том что если кто-то какие-то данные записал и есть на диске вот эти вот наши странички да вот этот диск то мы будем действовать по-другому мы напишем теневые странички да то есть мы как бы возьмем там копию как-нибудь оптимальненько и напишем новую страничку и вот когда он произойдет у него комит мы просто перебросим ну к эти странички там как-то связаны между собой на них что-то ссылается на какие-то структуры там не принципиально что мы просто возьмем такие и перебросим ссылки как знаете как вставка в в линейный массив ой в линейный список да связанный список с двух сторон мы взяли такие и как бы исключили эту страничку теперь она не работает грубо говоря пока почему это работает ну потому что типа если вы упали вот в этот момент ну если вы упали до переключения ну то есть как бы до коммита да вот когда мы еще пишем страничку но вообще ничего не изменится вы написали какую-то теневую копию в сторонке на нее никто не смотрит у вас все работает по старому коммит не прошел идеально изи да все но если как бы а потом нужно гарантировать что ты переключаешь эти ссылочки тоже как как как-то атомарно там наверное это ну то есть это должно быть хитро сделано потому что нельзя просто не знаю переключить половину ссылок половину оставить но ты такой можешь раз так переключить и все и вот если это переключение делается атомарно то тоже так можно жить есть конечно же как сказать минусы потому что ты должен всю эту страничку написать и наверное стратегии которые с ней борются но эта стратегия я в реальных базах не встречал а вот в райтах от лог считается плюс-минус стандарт классная диаграммка да ничего не понятно я думаю здесь смотрите давайте что хранит в себе транзакшн лог ну очевидно очевидно он должен хранить допустим для инсерта то есть смотрите формат может быть абсолютно разный да он может быть там файлах писаться он может то есть как бы в любом случае в файлах пишется формат там может быть бинарный какой-то там это вообще никто не может сказать но по факту для инсерта он должен позволять тебе откатить предыдущие действия каким-то образом да то есть ты туда записал то ты должен их откатить то есть грубо говоря для апдейта там значит должны быть предыдущие значения строк допустим каким-то образом для инсерта соответственно только ну какие строчки откатывать или как их записать как их флашить на диск то есть он должен позволять тебе сбросить все эти данные на диск плюс там обязательно должно быть ну понятно что там должно быть какой-то айди от транзакции да чтобы определять что прошло что не прошло соответственно там должно быть ну какой-то статус да там грубо говоря этой транзакции чтобы ты мог понять прошла она не прошла и строчки которые должна информации которая выпадает должно быть достаточно что ты либо флашнул эти данные на диск либо же наоборот выбросил их там не знаю ну грубо говоря откатил на предыдущую версию там понятно вот это такая вот простейшее понимание транзакции лога есть у нас здесь поэтому вопросики еще да 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 конечно зависит на самом деле от реализации и зависит более того от настроек базы он может это транзакции там есть разные настройки то есть грубо говоря какая первая стратегия ты хранишь транзакции лог только на тот момент пока транзакция работает пока транзакция работает там не знаю то есть для активных транзакций вот так и скажу только для активных ну это именно для того чтобы ну сделать откат то есть если ты короче понимая что транзакция закончилась как бы ты можешь откатиться вот ты можешь хранить транзакций лог допустим до какого-то действия допустим до бэкапа то есть ты хранишь транзакция лог пока его не бы капали да там до бэкапа потому что транзакция лога такая вообще замечательная штука которая позволяет тебе потом ну если ты и бы капишь да вот так то потенциально она может позволить себе восстановить базу данных в какую-то определенную точку в момент какой-то если берешь бы капчик свой бум 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 восстанавливаешь его до какой-то точки а допустим это не знаю начало дня а потом у тебя есть бы капчики еще маленький транзакция логов и ты берешь их и с помощью них догоняешь эту баску не знаю с 12 00 до там не знаю до 12 10 или там до любой точке если у тебя есть бы капчик потому что в них есть вся информация чтобы это сделать понимаешь поэтому транзакция лог тут как бы пока бы кап не произошел то есть пока ты весь его никуда-то не скопировал он не будет сжиматься и будет храниться синфу да то есть это как бы как стратегия что еще важно про там за шлок транзакция лога такая штука да то есть как бы по факту типа это дублирование всех изменений да то есть пишешь ты на самом деле пишешь на диск на самом деле все данные сначала попадают в какой-то лог транзакция потом разливаются по таблице тип того и есть другое использование этого всего как бы это объяснить то есть системы которые подвешиваются читают асинхронно асинхронно это транзакшен лог и что-то делают да так как здесь есть не знаю вся информация про все транзакции с помощью чтения всего транзакшен транзакшен лога ты можешь делать репликацию допустим что знаешь такое репликация какая-то копия да но смысл заключается в том что она может быть там разная она может делаться синхронно то есть у друга я делаешь insert и она сразу на 2 должна вставиться а может делаться синхронно и один из вариантов реализация синхронно этот вешается такой вот обработчик он считает этот транзакшен лог оп и генери там не знаю то ли команды то ли строчки вставки в другую базу и проигрывает на другой базе бум и вы получаете другую копию при этом не сильно нагружая первую потому что грубо говоря вы просто ну вот это не вы не нагружая основные таблицы как бы вы читаете какую-то свою структурку там аккуратненько и чик чик понятненько то есть это такая фундаментальная штука в базах данных логи и они как бы как говорят да то есть но очевидно что логи должны быстро писаться то есть у них и они пишутся последовательно вот соответственно под них там часто используют там ssd диски там чтоб как-то там выиграть эту скорость либо отдельные диски с быстрый с быстрой записью основные базы данных они в большей степени заточены на рандом чтения какое-то там могут быть другие рыбы рыбы допустим ставится вот но по факту логи это одна из фундаментальных частей современных субд но ты логи не в терминах не знаю когда база данных что-то сделала именно в терминах транзакций и изменений которые они принесли в эту базу за счет этого у нас работают вот эти вот атомы сети и durability консистенции я не буду рассказывать потому что на самом деле это выходит за уровни базы данных часто и такое свойство не знаю мне кажется просто ребята не хотели называть это просто адом да это же ад просто если c выбросить или как он пишется по-английски так пишется хэл а это как пишется есть такое слово ты тут первая помощь да ну да ну в общем короче почему-то не ассоциация была с адом него вот и вы добавили еще консистенции ну ладно не путайте пожалуйста если вам будет тут рассказывать потом из ребят про там не знаю так называемую кап теорему то вот там вот буковка c тоже называется не ошибаюсь консистенции но это вообще не то же самое что и здесь вот да ты знаешь что такое ну просто про но про спросил как бы да типа ничего себе еще три буквы про базы да окей так на самом деле самое у нас еще вопросы вот здесь по вот этим вот свойствам или по вот этой вот безумной картинке на которой пытался нарисовать и даже сначала нарисовал себе на листочке чтобы вспомнить цифрки все есть более менее понятно окей давайте теперь другой сложной теме изоляции ну не знаю как начать самая такая тема может быть на собеседованиях назовите кто-нибудь слышал уровне изоляции да вон вадим там подымает руку наверное был на этой лекции два года не был я тебе столько раз спрашивал на какой ты был и ты каждый раз мне отвечал нет я думаю что на хоть этой был но нет так смотрите но мы начнем немножко с другой стороны да сейчас смотрите начнем с чего с селектов конечно же делаем так сейчас нарисую вот у нас будет здесь т1 это цифра 1 но это непонятно это цифра 1 так красиво это т2 но можно думать что вот это вот серега делает а это миша если так кому-то проще так и теперь и теперь и теперь серега делает селиакт неважно там from ну там допустим from а где вы вы так где а ну просто так допустим да селиакт просто даже вот так напишем бум а а миша делает insert но транзакцию не закончил свою вот так сейчас попробует еще нагляднее показать то есть миша первый начал ну просто insert into а вот есть два разных две разных ситуации поведения на после insert это уже таблица данные уже как будто бы появились в базе я делаю select вопрос увижу ли я те данные которые поставил миша не должен я комит не прошел комит вот здесь правильно наверное не должен но первый уровень изоляции называется ритмом комитет окей это такая тема короче которая говорит ребята мне даже норм читать если чита там вот эти некомичные данные почему ну я думаю так будет быстрее вот и в этот момент я читаю то что вставил миша и все в принципе хорошо если миша если действие мишины потом закончится действительно комитом да но транзакция у него может упасть и может произойти там роллбэк и как бы все данные были данные перестали быть и это все называет вызывает эффект так называемого грязного чтения да вот слой до грязный класс да дайте дайте ритт по английски не так звучит да грязное чтение по нашему реально ну дайте ритт но нас по-нашему это как будто что-то плохое прям сделал чувак какой следующий уровень изоляции у нас второй но по отличный ответ второй это правильно как он будет называться ритт комитет правильно ритт комитет что он значит не тут не после комита это не значит что мы будем ждать пока миша здесь за комитет что прочитать хотя такое тоже возможно ну ну там но мы будем читать только что то что закомичено то есть мы данные миши не прочитаем в наших данных вот вот но возникают проблемы да не мнение прожить но сейчас придумаем проблему все даже есть проблемы вот проблема такая интересно я сейчас прям вот а вот можно сделать копировать ну чар начнем не не понял когда сделать честно ну а ну и это уйдет сюда наглая штука и комит вот здесь вот да то есть все он сделал эту штуку и вот здесь где-то сразу транзакция вот так у него тут камень а вот это моя одна большая транзакция мы такие один раз прочитали что-то тут миша не вставил мы второй раз прочитали что-то давайте да здесь напишем такой фильтр там какой нибудь в ну давайте да тогда он сделал не insert чтобы это было попрозрачнее не ну длить ладно длить мы просто бы здесь ничего не прочитали самое интересное он сделал апдейт и нарастил себе зарплату сет там как зарплата по-английски о молодцы целый плюс равно не знаю ну миша я больше тебя накрутил но там реально закончилась это мне ничего личного понятно да мы такие хотим узнать какие умешания зарплаты выводим здесь делаем там какие-то выводы на этого потом какая зарплата бум и у нас там что-то не сошлось ну совсем тяжело да там твоему соседу нет вот заснул человек ладно не расстраивайся скучная тема на символ никому не интересно вот ну и все да это как бы приводит к проблемам в транзакции один мы даже не вот мы мы в каждый раз считали закомиченные данные оба этих раза но мешание подложил нам здесь сложности в том что посередине вот этого действия что-то заинсертил и все поэтому появляется еще один тип уровня изоляции как он называется ритм точно есть чтение до транзакции нет но в общем на самом деле сложность то чтобы как бы короче называть репитабл рид то есть репитабл риды риды то есть мы хотим на самом деле читать только закомиченные нет. то есть мало того что только закомиченные но если мы что зачитали мы хотим читать это еще разочек то же самое практически практически этот комит этот комит будет ждать ну это мы сейчас рассмотрим да смотрите теперь давайте чуть-чуть мы отключаемся потом вернемся да и мы как бы сюда вернемся как это сделать вот теперь есть два основных способа реализация вот этого всего этих уровней транзакции там есть еще один уровень транзакции но мы к нему еще вернемся 1 или эти кладные дни будут рисовать хоть нет нет да вот так первый это пессимистический второй кто сказал красавчик второе оптимистически начнем мы с пессимистического и потом я еще расскажу почему они так называются так как бы мы это могли сделать до очевидно у нас здесь есть читатели и писатели да начнем с первого ритм комитет ну это значит что любые там ритм комитет ритм комитет значит просто не знаю ты можешь читать все что угодно ничего не проверяй да то есть смотрите пессимистический пессимистический способ базируется на блокировках блокировки но не они база данных вот что нужно блокировать да вот и какие-то блокировки выставлять блокировки простейшем варианте могут быть двух типов типа рит и типа в рай да ну и в простейшем варианте они могут ставятся там на просто на строку вы же меняете ли апдейте строк вот теперь как работает рит да то есть на грунт как работает вот этот комитет у вас просто читатели не проверяют никакие блокировки просто вы читаете все подряд тут туду теперь ритм комитет как работает да ты ничего ты читаешь ничего не проверяешь теперь ритм комитет если у нас есть вот эта строчка допустим да здесь там не знаю какой-нибудь какие-нибудь аишники здесь 12 а здесь допустим системное какое-то поле блокировки хотя ну это не говори что так в базы данных устроена для для примера да то что может происходить да если вы меняете эту запись вы ставите блок блокировку на запись да то есть у вас три записи вы меняете ее в процессе транзакции да или в процессе вашего апдейта да то есть вот мешание там в первом случае написал апдейт поставил блокировку на эти две записи это значит что если я приду своим читателем читать короче вот эту строчку то что будет происходить да я буду ждать я на самом деле буду не читать и я буду пытаться ставить сюда блокировку типа рит но она несовместимость типом райт да то есть я не могу поставить рит когда у меня уже там есть райт я только понимаю что ну кто-то ее меняет но я подожду и запрос начинает ждать и он ждет до того момента пока это блокировочка не отпустится да как работает ритт комитет вот теперь как работает так так не так делай на 1 2 3 в райд так давайте записывать чтобы это было понятно это мы смотрите мы рассматриваем сейчас ритт комитет при нем все читатели пытаются поставить на свою строчку которую они читают буковку r да если на этой строчке есть буква блокировка типа записи они ждут если на этой строчке есть блокировка типа чтения они читают и также если там нет никаких блокировок они тоже читают то есть в этой системе у тебя писатели блокируют читатели нельзя писатели блокируют писатели тоже да то есть круга если ты поставил в это все короче все остальные писатели либо читатели они все будут устраиваться в очередь и ждать пока эта блокировка снимется да ставят на чтение зачем писатели ставят на чтение блокировку чтобы не изменил в этот момент когда они читают понятно рид комитет понятно теперь просто я считаю фантастика когда мы переходим блин ладно хотел перенести напишу еще раз в репи ты был рид ну не ладно не очень получилось хорошо я исправлю подождите репи ты был рид вот в репи ты был нет ошибки там и должна быть два до класса чем я не в чем молчит что вы чё думаете о косячи не могу что ли вообще постоянно понятно репи ты был да вот так не никто не будет убирать косяки там так смотрите репи ты был рид ну такие я имею да другие конечно плохое качество звука там сверху конечно все почистить а так что смотрите в чем фишка репи ты был рид репи ты был рид и мы возвращаемся вот сюда это когда мы взяли блокировку на чтение и отдали ее только в конце транзакции поняли в рид комитет если бы мы запустили эту транзакцию мы бы отдали эту блокировку после окончания запроса да мы грубо говоря как как бы действовали а селектили блокировку со строчки сняли миша пришел апдейт ну мы заселектили опять блокировку поставили все нормально как репи ты был рид то будет работать мы заселектили и сказали мы заселектили строчку поэтому миша теперь ты нас ждешь и он такой я хочу и обновить и он выстраивается теперь уже в очередь сюда за этой блокировкой мы селектим ее второй раз потому что ник ну мы всем даем другим селектить ее но я на и но никому не даем изменить эти мы добиваемся того что никто не может изменить потом заканчиваем выдаем денежный репорт выдаем зарплату мишане и в этот момент он наращивать себе зарплату грустная история грустная немножко история получилась но следующий месяц сто процентов должно сработать теперь когда не работает repeatable read когда не работает repeatable read а значит здесь у нас в repeatable read ну когда он нам не помогает когда даже того что мы держим эту блокировку до конца нам это не помогает когда вот здесь мы берем короче ну грустно конечно это видеть но мы пишем мы короче удаляем мешанину зарплату плохой сценарий почему не работает это все а нет repeatable read вот смешание зарплаты раз работает да на самом деле с как как это будет работать и смазать repeatable read мы не дадим ему удалить так что мешаем все в порядке но если мы здесь допустим считаем так это не будет работать сейчас подожди секундочку как вот вот когда не будет работать сейчас смотрите 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 мы сейчас напишу мы короче пишем мы считаем сколько денег мы потратили сумму зарплат до оба раза сумму зарплат об а здесь мы такие берем и делаем insert мешань новый зарплат insert какой-то новый и все суммы не совпадут мы в repeatable read расставили ну там понятно здесь не айди равно трём а там какой-нибудь в р посложнее там айди там больше трех допустим самый простой вариант да мы считаем сумму или просто без айди мы ставим сумму всех зарплат которые мы должны выдать да сколько мы должны получить там денег из фонда чтобы всем заплатить мы в repeatable read взяли расставили всем строчкам наши вот сюда переходим взяли расставили всем строчкам нашим бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум буковку r правильно repeatable read мы расставили всем буковку строчку бум-бум-бум-бум ну все приходит мешаня и говорит у нас есть строчка номер 4 как бы зарплаты 2 миллиона ну не в этой строке конечно до зарплаты 2 миллиона оп 2 миллиона здесь все получали по 10 тысяч мы посчитали что нам нужно 30 тысяч чтобы выдать зарплату а в конце выводим отчет и как бы там 2 миллиона 30 а мы здесь пошли допустим мы посчитали что нам нужно 30 тысяч пошли в другую систему и сказали переведите нам 30 тысяч они нам перевели 30 мы в конце читаем у нас короче не хватает миллиона 970 да как бы ну вот проблема да то есть вот сейчас вот сейчас мы здесь под repeatable ридом работаем то есть мы защитили все строчки которые мы прочитали их и да все но этой строчки не было когда мы начали считать не было понимаешь как бы ее мы защитить не можем а получается мы можем сделать выводы совершенно ну разные то есть один раз ходили в табличку посчитали что нужно такую потом мешание там добавил еще кому-то какому-то сотруднику фантомному 2 миллиона как бы и все и мы как бы проиграть ну есть четвертый уровень ну не так он называется сериалай забыл сериалай забыл вот который может позволить нам защититься от такой штуки на самом деле идея реализация может быть разная сериала забыла но основная идея говорит о том что вы ну что транзакции они как бы считайте что выстраиваются в очередь да то есть там они могут ну полно полная параллельность меняется либо другой вариант реализации ну то есть понятно да что как бы сериалайз был просто все транзакции последовательные да то есть вы просто грубо говоря типа то есть это простейший вариант поддержания сериалайза было либо другой вариант который на самом деле ну просто все все транзакции последовательные это просто это просто очень плохо нет в репе ты был рид не все последовательные то есть грубо говоря если ты там не знаю вставлял но если ты апдейтил другую строчку она прошла спокойно смотри вот если ты здесь в репе ты был риде находишься ты апдейтишь там не знаю ну вот какую-нибудь строчку другую то все у тебя хорошо будет а а здесь здесь как бы ну ты можешь и как повторяю могут быть разные реализации простейшая схема которая позволяет это представить в голове то что у тебя все транзакции становятся последовательными но никто так делать не хочет да чтобы все транзакции бывали ну были последовательными поэтому есть разные способы один из которых вы должны каким-то образом фиксировать те данные которые вы зачитали но не на основе существующих строк да ну потому что строчки могут быть новые просто не могли там еще фиксировать а на основе вот этого фильтра ну которого здесь нет но на самом деле он как бы какой-то какой-то он отсутствует значит он здесь и в этот момент ну допустим здесь там не знаю не там не знаю может быть в здесь может быть любой там фильтр до в компании айди там не знаю равно 3 да то есть мы в рамках компании считаем и все то же самое будет работать потому что в рамках компании мешание добавляет зарплату и все вот то есть надо было добавили фильтр то есть на самом деле в этот момент с убд должно если мы работаем сериала из забыл в виде она должна понять что мы зачитали не какие-то конкретные строчки а так называемые грубо говоря рейндж да что он и он как бы там не знаю такой компани равно 3 да и она должна гарантировать что никто ну что она поставит блокировку на этот рейндж и никто в этом рейндже не сделает ничего то есть даже не позволит ставить то есть она должна блокировать блок это делается по-разному там не знаю но простейший способ можно блокнуть табличку если ну просто вообще не позволяет никому кроме кроме этой базы данных делать кроме этой транзакции с ней работать да но если да грубо говоря если есть какой-то фильтр то попытаться за локоть вот изменения в рамках этого фильтра ну то есть простейший вариант да простейший вариант вот у нас есть поле так сейчас мы отмотаем это ком там вот здесь есть компании здесь у нас есть компании одиполя да и вот здесь у них у всех цифра к 3 у у нас есть индекс по этой компани то есть subd на когда мы допустим выбрали по компани что-нибудь ну по компании равно 3 она должна контролировать что никто не пытается менять индекс вот под этой под этой тройкой да то есть кто-то будет пытаться менять индекс под этой тройкой то короче все он ждет он ждет пока ему дадут это сделать понятно что это вообще очень сильно зависит от структуры представления всех вот этого всего и но идея нужно понимать и нужно смотрите и когда говорят что ни одна транзакция не должна влиять на другую транзакцию все говорят про типа как бы ну голове это сериалайзе был только при сериалайзе был виде ни одна другая транзакция не влияет на любую другую но это очень очень дорого и это очень жесткий вообще правило да потому что они накладывают кучи ограничений и это все становится работать медленно поэтому дефолтной транзакции считается рид коммитет то есть практически всегда в любую сэбэдово придете вы будете работать в рид коммитет если вы там короче нарвались на какие-то спецэффекты которые связаны с уровнем вот этих вот изоляций вы можете подняться до каких-то еще и пожертвовать чем? скоростью да то есть у вас как бы пропадет скорость более того ваша транзакция может как бы в этот момент и нормально работать да в этом сложности но она запустилась сериалайзе был допустим сама захватила всю эту блокировку ну то есть даже ну грубо говоря дождалась пока этот индекс по компани 3 никто не меняет хапнула ее себе и никому не отдает и быстро работает как бы ну то есть она могла подождать на старте но потом другим допустим можно спокойно начать мешать любое повышение у себя уровня изоляции своей транзакции она влияет не только на свою транзакцию а также заставляет ждать других и и это а где я писал про пессимистический и это пессимистический способ работы с блокировками почему пессимистический давайте про другой тогда расскажем есть оптимистический который говорит о том так ребят давайте когда я буду стартовать транзакцию я буду видеть данные только ну допустим у всех строк тут у нас есть строчки тут он тут он у всех строчек типа и допустим есть таймстэмп ну время там не знаю 12 00 13 там 0 1 14 2 и там далее это время а вот здесь строчка это время можно считать версии этой строки да то есть сейчас мы немножко про это поговорим сейчас мы немножко про это поговорим его транзакция да как работает read committed читает закомиченные с временем которые меньше твоего времени ну потому что остальные были там не знаю закомиченную позже Да или нет? Да или нет? Да или нет? Нет. Нет. Нет, 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 так, где-то назад. Так, если мы работаем в read uncommitted, то да, мы должны будем зачитать, получается, тоже все строчки. Да, да, смотрите, просто здесь для каждой строчки, ну, то есть, грубо говоря, для каждой строчки у нас могут быть несколько времен, вот этих вот, то есть несколько версий строк. Не знаю, как это сказать, допустим, не хватает мне какой-то ID, но в том смысле, что, допустим, вот, там это B, допустим, будет, строчка изменилась в 14.02, и это как бы последняя версия. Последняя версия ее, соответственно, мы в read commited зачитаем только ее, ну, только, грубо говоря, B и A. Да, но мы читаем read commited, поэтому на нас устраивает последняя строчка, которая была изменена. Да, а вот если мы работаем что-нибудь... Repeatable read, он называется, здесь немножко по-другому, обычно называется snapshot, но в этом случае, да, мы начнем читать только те строчки, которые были в тот момент, когда мы запустились. Понятно? Да. И вот это вот нет? Кому непонятно? Смотри, когда мы работаем в read commited, мы читаем любую последнюю строчку, да, версию строчки. Соответственно, у нас 14 строчка с версии 14.02 устраивает. Почему мы сейчас так два читаем? Да. Так ее не было читать. Ну, а у нас до... Начали транзакцию, и у нас вот здесь, там, не знаю, два часа. Было очень важных операций. Ну, да. Потом пришла строчка в 14.02, пришел наш select, и он ее тоже зачитает как последнюю закомеченную. В случае, если мы работаем в так называемом snapshot, мы как бы говорим, что мы начали в 13.02, и все, что после нас, нас уже не очень-то волнует, да, потому что как бы это меняет нам state. И мы начинаем читать только все закомеченные, понятно, все последние строчки, но меньше какой-то даты. Понятно? Ясно? Это называется умным словом. Понятно, на самом деле. Смотрите, я использовал время как наиболее простую просто... как сказать, представление версии. Здесь может быть просто ID-шник, здесь может быть, там, не знаю, допустим, в Pathgres'е у тебя есть так называемый... у каждой транзакции есть transaction ID, и он монотонно возрастает. То есть, каждая новая транзакция, select, неважно, присваивается ей transaction ID, и он монотонно возрастает. Соответственно, там этой версией является этот transaction ID. Понятно, что, ну, ничего не меняется, просто мы будем читать строчки назад, да, с нужной версией. Вот. И это все называется очень умным словом. M, V, C, C. Вот прям вот кто-нибудь будет вас давить этим словом, вы хотя бы будете знать, что это значит. Это значит... Я так быстро не перевожу, подожди. Multi. Наверное, не так, так, сейчас подождите. Так, это я давайте вот это уберу тоже, да? Чтобы побольше места у меня было. Это будет multi, M большая. Multi. Version. Version. Concurrency. Concurrency. Control. MVCC. То есть, у вас для одной строки есть несколько версий. То есть, каждый пользователь получает свой снимок в базе данных? Примерно. Так, да? Да. Примерно, как ты прочитал. Да. Каждый пользователь получает нужный ему снимок базы. Но смысл заключается в том, что в названии заключено самое главное. У вас для каждой строки есть несколько версий. Вот в этом варианте у вас для каждой строки одна версия, да? И, соответственно, вы ее поддерживаете in place. И, грубо говоря, у вас столько данных, сколько, ну, строк по факту, да? Здесь у вас может быть, короче, в зависимости от разного-разного всего, разных версий для каждой строк. И вам нужно на это тратить какое-то место. И там, не знаю, оно может быть в памяти, может быть на диске, как бы по-разному. Вот. Что, почему на самом деле вот этот способ называется оптимистическим? Потому что есть очень интересный корнер-кейс. У вас есть транзакция 1, понятно, кто ее запустил. И транзакция 2, тоже понятно. Вы стартанули в одно и то же время. Даже, на самом деле, не принципиально, когда стартанули. Но вы делаете такой апдейт. Там по какому-то ключу. ID равно 3. И здесь делаете апдейт. Power ID равен 3. Смотрите, что здесь важно, что это на самом деле принципиально. Здесь никто никого не блокирует. Да? Никто никого не ждет. Никогда практически. Да? Ну, то есть, читатели, других читателей не блокируют. Ну, это так и было. Писатели тоже не блокируются читателями. Они просто пишут новую версию. Писатели одни и то других писателей, ну, по факту тоже не блокируют. Короче, все нормально там как-то работают, да? Все, в принципе, отлично. Но! Есть такой кейс. Когда вы... То есть, ну, грубо говоря, вы получаете большую производительность во всех операциях. Храните больше версий. Это минус. Большая производительность. Но есть еще минус. Когда вы начинаете, допустим, в одной транзакции... Вот здесь мы обновили строчку. И нарастили версию по факту вот этой строке. Правильно? Что происходит, когда вот это начинает апдейтить? Хорошо. Если я пишу апдейт такого рода, типа salary плюс равно 1000. и здесь salary плюс равно 1000. Оно увеличится непонятно на что. Ну, как бы, да, понятно, что... А мы здесь, допустим, делали такой select. В salary меньше там, не знаю, 10. И здесь, где salary меньше 10. Все это капец, короче, да? Но если мы видим, короче, что мы пытаемся обновить строку и у нее версия изменилась с того момента, как мы ее зачитали, то мы падаем. Да? То есть вот в каком-то из этих вариантов будет тупо exception. почему этот способ называется оптимистическим? Потому что мы верим. Понимаете? Оптимисты. Потому что мы верим, что это слишком редко будет происходить. Поняли? Потому что на самом деле этот exception нужно где-то хендлить. И это вам придется делать на уровне обработки базы, да. А что если там exception будет? Нет, не будет такого. Ну, они как бы... Ну, грубо говоря, если третий апдейт, то нет, конечно, да? Но в двух ситуациях один из них обновится, а второму обновиться не дадут, потому что нельзя гарантировать, что он просто не испортит что-то. Потому что он зачитал, пытается обновить строчку, которую уже кто-то обновил. Не факт, вообще неизвестно. Можно ли ее в этот момент обновлять или нет? У Субуды ничего в этот момент не может сделать, кроме как бросить exception. А если, например, типа какие-нибудь там два начальника и один, типа урезал на 5 тысяч, а другой, типа на полу на 10 тысяч прибавил? Правильно. Поэтому кто из них первый отработает, тот пройдет. Второй получит, чувак, посмотри еще раз, он такой, что? Сделает апдейт, а, кто-то на пятерку уже набросил? И как бы успокоится. Или сделает меньше, либо больше. Но ты вынужден упасть, вынужден как-то сказать об этом пользователю, что чуваки, тут, короче, случилась какая-то непонятная ситуация. Давайте еще разок попробуем. Либо в коде это отработать, выполнить еще раз select, в нее вернется сколько-то срок записи, это, допустим, отфильтруется, и ты апдейтнешь всех, которых нужно. Понятно? Это на самом деле принципиально. То есть, смотрите, это вот оптимистический, пессимистический подход, он просто, это, ну, считайте, как паттерн. Первый из них работает на блокировке, только вы говорите, чуваки, я буду всех контролить, да, вот это моя блокировка, и, пожалуйста, вы там ее все захватывайте, если вы хотите нормально работать. Я вот здесь написал синхронайз, как бы, вы будете заходить в мой метод, как бы, да, и последовательно в нем работать, и потом выходить из него. Как бы, железобетонно это можно написать, да, там, грубо говоря, если вы в одном процессе работаете там, то там, неважно, мультитрейдинг, все-все разберетесь, в конечном итоге можно написать так, что они все будут хватать какую-то блокировку и, на самом деле, в этот код последовательно работать. В чем минус? Они все будут, короче, пытаться работать, да, вот это последовательно. Вот так, а другой подход, допустим, на уровне базы, вот, допустим, эти триды у вас, это у нас триды, какие-нибудь там, даже не триды, короче, тридами еще хэнс, ладно, не хэнс, неважно, они там, допустим, не знаю, что-нибудь, парсят какие-нибудь сайты, находят ссылку, новую на ней и пытаются вставить базу, а у нас на табличке, ну, мы хотим, чтобы ссылок было, ну, чтобы одна и та же ссылка два раза не повторялась, да, ну, как бы, ну, грубо говоря, они на разных сайтах нашли одну и ту же ссылку и пытаются ее вставить, не знаю, в справочных ссылок с названием сайта, ну, какая-нибудь такая вот ерунда, вот, и мы их всех такие взяли и в блокировку, короче, зафигачили, и они взберут, короче, все там как бы работают как бы параллельно, но в какой-то момент нужно взять, прийти, короче, и выстроиться в очередь, они такие, ну, еще ссылку добавляешь, да, ну, я тоже, ну, давай постоим, ну, давай, сколько там еще добавляют перед нами, еще 20 человек, ну, окей, вы все разные ссылки добавляете, да, разные, ну, окей, то есть, ну, ну, да, ну, и они такие все стоят и ждут. Другой вариант, это если мы понимаем, если мы верим, да, в оптимистическом варианте, то есть, это принципиально, что таких операций, таких как бы ситуаций мало, когда мы будем добавлять одно и то же, мы можем жестко вот взять и просто каждый из них будет добавлять, то есть, каждый из них будет писать insert. но требование от нас про то, что это должны быть все уникальные ссылки, никто не снимал, да, оно остается, но мы на этой табличке, в которой они все делают insert, вешаем просто unique constraint, который на самом деле и в этом случае неплохо было бы повесить, потому что, ну, всякое может быть, блокировки иногда не работают, ну, там ошибаются люди, не принципиально. Что это, к чему это приведет? Это приведет к тому, что если вот здесь мы вставляем там ссылку A, здесь там, не знаю, B, а здесь когда-то опять через время A, и они одновременно почему-то, ну, одновременно это вставляют, то это просто упадет. И мы такие, ааа, такую вставили уже? Ну, 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 не проблема, значит, наверное, я вставил другой поток в этот момент, устраивает. И в этот момент, вот это вот оптимистический подход, и понятно, что он не всегда работает, да, то есть, ну, просто вот эта вера в то, что у нас не часто происходит, то, что на самом деле unique constraint будет все это на самом деле, то же самое гарантировать нам, и что мы можем просто пропустить какую-то часть работы, не всегда работает, но иногда с помощью оптимистического подхода просто можно по-другому запрограммировать код и не заталкивать всех через одну очередь, да, ну, вот и все. И поэтому и в базах данных такой же подход применяется, оптимистический, пессимистический. Оптимистический — это хранить несколько версий для строк с понятными, грубо говоря, спецэффектами, ну, и с плюсами и с минусами, соответственно. Ну, и классический, на самом деле, это пессимистический, это какие-то какого-то рода блокировочки и так далее. Есть субэдэ, которые могут работать в обоих вариантах, в пессимистическом, допустим, у меня может быть база в пессимистическом виде или в оптимистическом. Есть субэдэ, которые работают в... в оптимистическом только варианте. Но блокировки бывают разные. То есть мы с вами говорили про блокировки, ну, вот в этом варианте, про блокировки какие-то на строки, да, но блокировки могут быть там, не знаю, могут ставиться на таблицу, могут быть на базу данных, могут быть на изменение схемы, да, то есть, грубо говоря, когда я делаю селект, я вообще не хочу, чтобы кто-то в этот момент сейчас взял и поменял мне эту схему этой таблички, добавил туда строку, ну, колонку. То есть я это запрещу. Да, то есть когда мы... Любой селект работает, все равно блокировка там ставится на изменение схемы, допустим, да, и никто другой, кто напишет alter, не сможет это выполнить. И в этом случае мы будем вести себя именно пессимистически. Да, то есть даже если у нас база данных под MVCC, то это не значит, что там нет блокировок, просто они там, ну, другие просто, другие объектики. Тяжело? А? Не интересно? Скучно все это, да? И, наверное, не нужно. Вот. У нас проверили? А? Не будет? Ну, ну, нет, смотрите, понимать, как это все работает, конечно, нужно. Что бы я хотел, чтобы вы сегодня запомнили из всего моего рассказа? Да? Вот, наверное. это то, что вот здесь мы все работаем через вал, как это переводится? Ахетлок. Вот, огонь. Что там есть транзакшн логи и все работает, вот вся вот эта вот штука работает только через тот факт, что сначала мы напишем транзакшн лог, а потом будем разбираться. Если мы написали транзакшн лог, то будем считать, что мы уже все, атомарность, и дюрабилити отработали. Ну, что в изоляциях есть так называемые блокираторы, да, там, ну, да, блокирующие СУБД и те, которые работают по оптимистическому алгоритму. Наверное, это самое главное, что я хотел сказать, потому что детали всегда можно там как-то прочитать, понять, но базовые концепции там, не знаю, то, что вот здесь вот есть вот это слово NVCC, там, да, что такое блокировки, что такое уровень изоляции, вы должны себе понимать, с какими проблемами они тоже борются, тоже должны понимать. Понятно? Все. Наступил тут замечательный момент, когда я больше вам ничего не должен рассказывать. удачусь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...